Бардовская песня Здравствуйте, Андрей. Добрый день. Пожалуйста. Андрей, рад вас приветствовать у нас в студии. Очень рад, что мы с вами встретились. Да, Андрей, итак, есть симфопарк, есть симфорок парк, есть, наконец, джаз парк, теперь будет бард парк. Поздравляю, вы в тренде, во-первых. Наконец-то барды тоже получили вот собственный фестиваль, площадку такую. Ну, в общем, да, для города Омска это событие новое, светлое, я надеюсь, станет традиционным. Расскажите про фестиваль, что там будет? Вот фестиваль «Бард парк» 16 июня, который будет проходить, на этом фестивале не будет конкурса, не будет второго дня, как это обычно традиционно принято у бардов на фестивалях авторской песни открытого типа. А там все в один день будет, приедет мощная команда из разных городов России, ну, в большинстве случаев это Москва, конечно, но и Томск. В том числе будет, назову имена, приедет Роман Ланкин из города Томска, приедет Раиса Нур, приедет Татьяна Висбор, дочь легендарного Юрия Иосифовича, приедет Юрий Висбор-младший, это внук Юрия Иосифовича. Приедет проект «Бард Вагон» город Москва, приедет Лидия Чебоксарова с Евгением Быковым, это артистка, участвовавшая в спектакле «Норд-Ост», исполнительница, виртуозная исполнительница авторской песни, и ее аккомпаниатор Евгений Быков, один из, не побоюсь этого слова, лучших аранжировщиков в жанре авторской песни. Кого из исполнителей вы бы выделили для себя, кого вот точно стоит послушать? Каждый исполнитель, которого я назвал, он самобытен. Роман Ланкин – это виртуозный гитарист, талантливый аранжировщик, великолепный исполнитель авторской песни. Татьяна Висбор – это мастер слова, человек, который много пишет, много работает и на телевидении, и на радио. Раиса Нур – это поэт, музыкант, композитор. Ее песни настолько душевные, мягкие, теплые, лиричные. В общем, каждый амич найдет для себя что-то светлое, теплое, интересное в этом фестивале. Кроме того, там будут работать детские площадки. То есть семейный отдых 16 июня просто будет гарантирован всем. А для вас лично, почему обычно, критикуя бардовскую песню, консерваторы говорят, что это же по сути поэзия? Зачем добавлять музыку? Зачем добавлять музыку? Делают поэтический текст менее метафоричным, менее интересным, менее авторским, что ли? Хорошая музыка, она наоборот, все слабое подымет, все сильное усилит. В общем, я не согласен. А в бардовской песне что, первичная музыка или поэзия все-таки? Ну, чтобы ответить на этот вопрос, стоит обратиться к истокам, откуда оно началось, откуда родилась эта авторская песня. Родилась-то она на кухнях московских, как это принято считать. И родилось это поэтами было рождено. Когда поэты собирались, чтобы почитать друг другу стихи, потом... Но они же не были профессиональными поэтами. Это были просто студенты, насколько я знаю. Ну, был от Шалыча Куджава. Ну, понятно, что он не заканчивал поэтического факультета, но он был профессионалом слова. Он писал очень много очерков, писал... У него очень много литературных работ. И я считаю его профессионалом. И поэзия его профессиональна, и музыка его, в общем-то, профессиональна. Это штандарт, на который равняется авторская песня. Так все-таки поэзия, музыка? Все-таки поэзия. Все-таки поэзия? Все-таки поэзия. Ну, как Булат Шалыч сам говорил, я читаю свои стихи под легкий аккомпанемент гитары. Я не пою песни, я не исполняю, у меня не такой голос. Но под легкий аккомпанемент гитары мне легче донести содержимое. Возвращаясь к истокам, точнее, не отрываясь от них. Все-таки бардовские песни тогда и бардовские песни сейчас. Как они изменились? Во время СССР они все-таки были больше песнями протеста, запрещали бардовское движение, насколько я знаю. Как сейчас дело обстоит? Как это все изменилось? И изменилось ли, кстати? Ну, во времена СССР много чего запрещали, в общем-то. Бардовскую песню в том числе чего-то боялись. Но, безусловно, она изменилась. Она претерпела какие-то преобразования. Изменилась музыка, изменились ритмы. Молодежь, которая подключается к этой теме, она, может быть, боится этого слова, бардовская песня, или что меня назовут бардом. Но если человек берет в руки перо и пишет свои стихи, накладывает на это, может быть, даже незамысловатую музыку, но она трогает чью-то душу, то почему нет? Андрей, вы сейчас очень интересное слово сказали. Почему бард? Почему молодежь боится, что их назовут бардами? Что в этом такого-то? А тут играет роль стереотип мышления. Дело в том, что почему-то люди, многие думают, и, может быть, это принято так считать, что авторская песня, то есть, ну, или бардовская песня, это синонимы, это человек обязательно в прожженном свитере, с никогда не стриженной бородой, с ненастроенной гитарой, и поет он «Милое мое солнышко лесное» в лучшем случае, в худшем случае, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, и все, других песен нет. И обязательно это должно быть у костра ночью, когда холодно. И он еще должен быть геологом. Ну, это да, это да. А почему тогда такой образ, я не знаю, почему люди, ну, почему барды, например, не делают ничего, чтобы этот образ изменить? Ну, по крайней мере, этих усилий не видно. Ну, в общем-то, зачем? Зачем что-то делать? Пусть люди так думают, если хотят. Кто знает, тот придет, тот знает, где их искать и куда пойти. В общем-то, фестивалей проводится множество, и люди приезжают из разных городов и разных даже стран. Как-то без проблем. Барт-парк – это не единственный фестиваль в Омске. Также мы проводим фестиваль «Камертон», который проходит в марте. В этом году нас посетил Александр Моисеевич Городницкий. Это, я бы сказал, одна из первых величин на сегодняшний день, да и вообще в авторской песне во все времена. Это один из основоположников авторской песни. Вот он приезжал на наш фестиваль и уехал очень довольный. Зал ломился. Поэтому я считаю, что, ну, в общем-то, кому надо, те знают. А в Омске интерес к бардовской песне. Со стороны всех групп возрастов, я не знаю, может быть, каких-то социальных срезов. Как вы можете это оценить? В Омске, ну, так скажем, небольшой провал есть в этом, конечно же. Потому что, ну, может быть, это связано с тем, что какое-то время некому было этим заниматься в городе. Вот Творское объединение «Камертон» занимается этим семь лет. А до этого был такой провал лет десять, ну, была пауза такая взята. Ну, это по объективным причинам. Ну, в общем, некому было заниматься. И вот за эти семь лет, в общем, я должен сказать, что произошли большие изменения по сравнению с первым фестивалем, который мы проводили. Там тяжело и народ набирался, и самих авторов мы не могли собрать. А сейчас, в общем-то, предварительные прослушивания проходят. Там очередь стоит, и люди хотят показать свое творчество. Приходится отсеивать. Ну, что ж, Андрей, я желаю вам удачи в проведении этого фестиваля. Главное, чтобы погода еще не подвела. Ну, и вообще, большое спасибо, что пришли к нам. Да, спасибо. Вот за погоду прям подержим кулачки. Держим кулаки. Большое спасибо, Андрей. В понедельник в Музыкальном театре постановка по мотивам традиционной русской сказки «По щучьему веленью». Учитывая, что над спектаклем работали режиссер Владимир Миллер и балетмейстер Надежда Калинина, просто рыба мечты на стихи Кима Рыжова. В среду последний шанс сходить на книжную выставку. Экспозиция «Высокое служение народу и отечеству» рассказывает об истории возникновения и становлений органов представительной власти в России и Омской области. В четверг в кино премьера продолжения уже ставшей легендарной франшизы «Люди в черном». В новой части тайной организации предстоит столкнуться со шпионом в собственных рядах. В остальном все, как всегда, спецэффекты, черный юмор и, конечно же, безудержный экшен. В пятницу ТОП-театр предлагает почувствовать абсолютное счастье. Какие опасности несет в себе состояние тотального доверия, когда человек открыто принимает все, что посылает ему жизнь. Что это даст герою постановки и как он сможет остаться собой, когда появятся люди, которые захотят переписать его жизнь на новый лад. В субботу в Большеречье в музее-заповеднике «Старина Сибирская» зовут всех окунуться в атмосферу праздника Троицы и вместе встретить лето. Гости смогут познакомиться с обычаями предков и принять участие в древних обрядах. В программе хороводы, активные игры и традиционный троицкий пир. В воскресенье в Омске стартует одно из самых красочных беговых событий Сибири, а меч их ждут на цветочный забег. В этом году организаторы обещают по-прежнему две дистанции 3 и 10 километров, а на финише участниц ждут медали, сладкие сюрпризы и, конечно же, букет «Хоризонтем». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова